Ну окей, друзья, давайте научимся вашей первой фальшивой тасовке. Для того, чтобы ее уметь делать, вам необходимо лишь владеть приемом пробежка. Итак, запомним, наверху у нас пиковый король, внизу у нас двойка буби. Потасуем. Вот так вот мы можем тасовать до бесконечности, но тем не менее король у нас остается вверху, двойка остается внизу. То есть элементарная тасовка, которая вообще показывает зрителю, что карты как будто бы перетасовываются. Ну что ж, друзья, теперь давайте поподробнее рассмотрим, как ее делать. Окей, друзья, что ж, давайте с вами научимся этой элементарнейшей фальшивой тасовке. Вот. Ничего сложного она из себя не представляет. Для того, чтобы выполнить эту тасовку, вам необходимо лишь владеть приемом пробежка. Итак, давайте запомним нижнюю карту. Пускай это у нас будет валет пик. Нижняя карта семь червей. Итак, как я делаю пробежку? Точнее не пробежку, а фальшивую тасовку. То есть я захватываю примерно половину колоды. И по одной карте натасовываю пять карт поверх вот этого вот вальта пикового. По одной карте натасовываю пять карт. То есть раз, два, три, четыре, пять. После чего оставшиеся карты просто бросаю вот так наверх. Но бросаю их на мизинец. Вот здесь вот, на инжок. После чего я подхватываю низ. И снова перетасовываю эти пять карт, которые были натасованы. То есть раз, два, три, четыре, пять. И бросаю поверх. То есть получается, что у меня валет вновь вернулся наверх. Семерка также осталась внизу. То есть еще разочек. Подхватываем примерно половину. Раз, два, три, четыре, пять. Бросили на мизинец оставшиеся все это дело. Захватили. Раз, два, три, четыре, пять. И наш валет вернулся. То есть это выглядит быстро, если делать, то это выглядит вот так вот. Еще раз. Вот такая вот фальшивая тасовочка. Когда вы ее выполняете быстро, у зрителя создается нормальное впечатление, что вы действительно нормально перетасовываете колоду. Ну что ж, друзья. На этом наш урок закончен. Переходим к следующему. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok